Добрый вечер, 21.03 в Москве, программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Продолжаем наше наблюдение за русской жизнью. Вечные сюжеты русской жизни. Вы знаете, один из этих вечных сюжетов — это Вишневый сад. Все мы, конечно, помним из школьной программы. Собственно, старая усадьба, исторический ландшафт, исторический культурный ландшафт. Его представитель этого ландшафта — Раневская. И некая новая бизнес-сила. В лице предприимчивого купца Лопахина. Который предлагает, и, собственно, уже собирается этим, заканчивается все, стуком топоров, срубить Вишневый сад под дачей. Казалось бы, настолько знакомый сюжет русской жизни. И вот снова он повторяется у нас на глазах. И повторяется он не где-либо, а в русском Версале. Архангельская. Музей-усадьба Архангельская. Я думаю, что вы все более или менее в курсе. За последние годы доносились, конечно, слухи о том, что постоянно идут различные тяжбы, суды. О том, что различные арендаторы тут оттяпали какие-то гектары леса, тут оттяпали гектары усадьбы. Шел очень долго суд с Министерством обороны по поводу Архангельского, которым, казалось бы, усадьба и Министерство культуры одерживают верх. Но вот сейчас, несколько дней назад, 15 ноября, было принято решение, и даже совсем не по Министерству обороны, согласно которому, кажется, складывается такая ситуация, что мы можем потерять. Что мы уже теряем эту историческую усадьбу, которая будет отдана под всем хорошо нам знакомые коттеджи. Собственно, я хочу, чтобы вы, как следует, почувствовали весь сюр вот этой вот ситуации. Да, и все равно, что в Версаль под Парижем взяли бы и отдали под коттеджи. Вот то же самое происходит в эти дни, происходит в Москве, происходит у нас на глазах. И поэтому я решил сделать такой тревожный алармистский эфир, обо всем об этом поговорить. Для этого разговора я пригласил двух гостей. Представитель музея-усадьбы Архангельской Галину Моресеву. Добрый вечер, Галина. Добрый вечер. И председатель Совета Московского областного отделения Общества охраны памятников истории и культуры ВООПИК Евгения Соседова. Добрый вечер. Ну, расскажите нам для начала, видеть ситуацию, собственно, я, может быть, сгустил краски, может быть, еще вопрос открыт. Насколько велика угроза потери музея-усадьбы сейчас? Ну, угроза действительно велика, потому что Архангельская — это не только музейный комплекс, это не только собрание музейных ценностей, да, и всем известные архитектурные постройки, но это, конечно, выдающийся памятник садово-паркового искусства. И вот в этом смысле, в том смысле, что Архангельская не сможет собрать все свои части, не сможет восстановить свою целостность, мы в ближайшее время можем потерять данную территорию. Действительно, часть парка, которая окружает фактически с трех сторон театр Гонзага, всем известный, она находится в аренде долгосрочной на 49 лет, и вот буквально 15 ноября арбитражный апелляционный суд признал законами договор аренды этих участков. В настоящее время арендаторы уже подготовили проект освоения данных участков. Эти участки относятся к лесному фонду, и они не считают себя обремененными какими-то ни было обязательствами по сохранению памятника истории культуры. Там же было какое-то изначально обременение, которое мистическим образом исчезло из кадастровой записи. Да, действительно, изначально, с самого момента выделения вообще этих участков, существовало обременение, существовало в сведениях государственного кадастра, это обременение указывалось в договорах аренды участков, ну и достаточно сказать, что одна из фирм вообще называется парк Архангельская, который арендует эту территорию. В 2005 году руководство этих фирм выступало с громким заявлением, что они вообще отказываются от аренды, что возвращают государству и вообще народу России данную территорию. Но вот, тем не менее, в 2008 году эти договоры были успешно переоформлены с правом застройки части территории. И когда Росхронкультура обратилась в суд, странным образом появились кадастры выписки, где эти обременения уже не значились. Это потрясающе, конечно, у нас государство, вот это как, когда, помните, вот этот вот игумен на машине совершил аварию, и странным образом видеозаписи этого вдруг из ГАИ исчезают, из ГИБДД. Точно так же странным образом исчезают записи из кадастры. Еще более странным образом история продолжилась. Арендаторы обратились после этого в суд к кадастровой палате, которая признала, конечно, под давлением общественности и органов, что это была кадастровая ошибка, что эта запись пропала случайно, когда переносили сведения из одной базы данных в другую. Последствия они эту запись установили. Но на основании этой ошибки арендаторы обратились в суд и доказали, что вот та выписка, единственная, в которой этой записи не было, она верная. А вот все те выписки, которые получались на протяжении нескольких лет, они все неверны. Это же юридический сюр какой-то. То есть существует подтвержденная ими признанная ошибка, и, с другой стороны, арендатор говорит, что запись, сделанная на основе ошибки, является единственной верной, и на основе этой ошибки мы лишаемся Архангельского. Ну, фактически так, да. Ну, еще более смешно то, что эти решения принимают те же самые судьи, которые принимают решения по соседним участкам в пользу музея-усадьбы Архангельска. Это вот которые с Министерством обороны, да? С Министерством обороны, с местной администрацией. Ну, вот почему-то с некоторыми арендаторами складывается такая ситуация. Более, да, кооперативное отношение. А насколько, вот уточнить, насколько вот были в масс-медиа слухи, что это арендаторы, связанные с структурами Виктора Виксельберга? Ну, эти слухи подтверждались заявлениями его представителя официального, его помощника, который в интервью газете «Известия» действительно подтвердил, что у Виктора Фельксовича имеется интерес на данную территорию, и в свое время он даже разрабатывал какие-то проекты ее реставрации, но вот впоследствии что-то не сложилось, и поэтому они сейчас распоряжаются ей фактически, по своему усмотрению. Ну, то есть Виксельберг выступает в роли такого лопахина в данном случае, вырубающего участки. Возможно, да. Интересно, с одной стороны, человек покупает яйца Фаберже для российского государства, с другой стороны, берет парк Архангельская. Скажите, Галина, как у вас внутри воспринимается эта ситуация в музее-усадьбе? У вас какие-то есть такие алармистские, катастрофические настроения? Вы знаете, вот мы уже устали и бояться, и как-то воспринимать все это как катастрофу, но ведь это действительно так, потому что Архангельская, вот как бы это банально ни звучало, это национальное достояние. И дело даже не в том, что это единственный, не только в Подмосковье, но, пожалуй, в принципе, в России вот такой целостный исторический ансамбль. Ведь если брать уже вот Евгений Косносов, что такое Архангельская? Первое, это, безусловно, дворцово-парковый ансамбль, то есть непосредственно сам архитектурный ансамбль плюс регулярный парк. Затем пейзажные рощи. Вот, собственно говоря, о чем и у нас идет речь. Что эти пейзажные рощи уже были фактически в 1933 году частично отрезаны от памятника. Да, всю эту территорию, это называется памятник. Вот, они были отрезаны забором, когда в 1933 году на территории памятника появляется санаторий. Сначала Наркомата обороны, ну, потом, соответственно, Министерство обороны. Вот, и получается, что уже Аполлонова роща, где находится театр, это еще один объект культурного наследия, и он входит во всемирный список памятников ЮНЕСКО. Их, по-моему, всего 8 театров таких в Европе. Театр построен по проекту Пьетро Гонзаги на фундаменте бывшего Голицынского манежа, деревянный, без каких-либо перестроек, барочный театр. И, мало того, сохранились еще 4 комплекта декораций с занавесом. В Италии ничего подобного нет. У нас есть. Это единственное... Там же концерты, концерты проводятся. Я там, помню, был на концерте барочной музыки и прошлом летом. Ну, вы знаете, мы стараемся очень осторожно проводить концерты, потому что все-таки реставрация театра практически завершена. Мы в 2009 году его открыли для посетителей. И, безусловно, мы это представляем, позиционируем, как некую же мчужину, которая, может быть, известна даже более, чем сам Дворцово-парковый ансамбль. Потому что это действительно список ЮНЕСКО. Это всемирное, не только российское, но и всемирное наследие. Что же будет с театром, если арендаторы сейчас докажут свою правоту и начнут застройку? Он что, окажется внутри коттеджного поселка, что ли? Понимаете, видимо, так и будет. Самое печальное, что мы даже не можем дорогу проложить к театру. Понимаете, вот у нас экскурсионные группы ходят, да? Мы вынуждены переводить их за территорию музея через переход, через дорогу, и по дорожке, которую нам построила администрация Красногорского района перед выборами в качестве вот такого акта доброй воли. Там такая небольшая дорожечка есть. Фантастика. Ну, там это самое клуб коттеджный поселка сделает, фитнес, волд-класс архангельская. Ну, могут, конечно. Вы знаете, вот удивительное дело все-таки. Вот сегодня, кстати, мы встретились с вами. Сегодня собор архистратига Михаила. И это наш небесный покровитель. Вот сколько за советское время предпринималось попыток различного рода что-то от архангельского отнять. Театр должен был и перестроиться. Вот когда это было собственность, значит, Министерства обороны, там должно было быть общежитие, какой-то клуб, еще что-то такое. Ничего этого не случилось. Вы понимаете? И сейчас вот, ну, что мы уповаем, во-первых, конечно, на политическую волю нашего высшего руководства, потому что это, архангельское, это общее дело. А она была как-то заявлена? Потому что я знаю, что вот, по-моему, в августе, да, Путин поручил... Да, да, да. Потому что юридически, по-моему, как-то это не было еще закреплено, эта охранная зона. Вы знаете, вот сейчас наша территория музея, она, значит, и 62 с небольшим гектара, вот то, что непосредственно закреплено за музеем. Но на самом деле территория памятника 657 гектаров. Это включение как раз вот рощ, которые входят частично в охранные зоны. То есть то, где строить вообще нельзя. И все эти схемы, эти планы существуют. И мы сейчас пытаемся, мы подготовили ряд документов в регистрационную палату, в реестр музейный, внести парк как объект охраны. Причем вот именно по этому, по этой цифре 657 гектаров, а не то, что нам оставляют или пытаются оставить. Ведь территория внутри забора также вся не принадлежит музею. Она частично существует такими небольшими клочками между музеем и санаторием, который до сих пор там существует. Санаторием Министерства обороны. Да, и вы знаете, у нас есть план. Мы очень хотели бы присоединиться к здравому суждению Владимира Янишерлова, который является главным редактором нашего наследия. Он в статье в большой, посвященном Архангельскому, высказал очень хорошую мысль. Сейчас стоит большой вопрос с корпусами санатория, которые были построены в 1933-1937 годах на месте, к сожалению, бывших Голицынских оранжерей. Но они уже сами являются архитектурными памятниками. И вот неплохо было бы отдать эти корпуса музею, потому что все те объекты, которыми сейчас музей располагает, музей на реставрации находится достаточно долгое время, они должны быть музеифицированы и должны быть показаны людям. — А что вообще с Министерством обороны? Уже этот вопрос решен, потому что общественность долго, по-моему, возмущалась. Там же дом приемов какой-то строится. — Дом приемов пока остановили это строительство, но никак не разобрали его кран так, как торчал, да, Евгений Анатольевич? — Что там с Министерством обороны сейчас? Оно уже в нынешний тяжелый период своей жизни, оно... — Ну, по землям действительно были выиграны судебные процессы, было отменено два приказа министра обороны о продаже земель в Архангельском, они уже все вступили в законную силу, был отменен вот этот скандальный аукцион, да, который был проведен в августе прошлого года, когда был продан 20 гектаров в охранной зоне. Но, тем не менее, Министерство обороны начало строительство, это пресловутый дом приемов иностранных делегаций. Стройка ведется почти в самом центре музейного комплекса, на месте конного двора Юсуповского. Сейчас по определению суда наложены обеспечительные меры на любое строительство, но, однако, судебный процесс продолжается, он еще переносится на декабрь, и, видимо, перейдет в следующий год. Надо отметить достаточно неадекватное поведение чиновников Министерства обороны, которые до сих пор отказываются даже предоставить всю документацию на строительство этого здания. То они его маскируют под названием некие пансионаты базы ЦСКА, то он в документах проходит как дом приемов иностранных делегаций. То есть постоянно происходит какое-то манипулирование документами. Ну, все-таки надеемся, да, на здравый смысл. Но интересно, что вы либо с той, либо с другой стороны сталкиваетесь с Сергеем Кужегетовичем Шойгу, либо в качестве губернатора бывшего Московской области, либо теперь в качестве нового министра обороны. Да, в этом иске особенно интересно то, что он подавался Министерством культуры Московской области с одобрением Сергея Кужегетовича, когда он еще был губернатором Московской области. Ну да, сейчас сам себе иск пришел, его же собственный иск. Ну, мы надеемся, что, конечно, данная ситуация решится. А вот вообще, говоря сейчас о отношении региональной и федеральной власти, какова позиция губернатора Московской области? Ну, скажем, посмотреть исторически. Какова была позиция Громова, затем Шойгу, и что сейчас в связи с этим периодом междуцарствия, когда у нас ИО? Ну, позиция губернатора Громова, к сожалению, вот и привела к тем печальным последствиям, которые мы имеем, да, именно под руководством высших чиновников Московской области и чиновников местной администрации происходила вот та вся распродажа и передача земель. В чем по всему Подмосковью, здесь же не только по Архангельскому. По всему Подмосковью и конкретно в Архангельском тоже. Да. Что касается Сергея Кужегетовича, то, конечно, мы возлагали определенные надежды. Вот каких-то особых заявлений в отношении конкретно Архангельского он не успел сделать. В отношении нового руководителя тоже пока для нас загадка, какая будет позиция. Но позиция федеральной власти все-таки, она такая более поддерживающая. Да, вот мы получили поддержку в виде этого поручения президента от 20 августа этого года, где конкретно сказано, что обеспечить соблюдение режима в зонах охраны Архангельского и ряда других объектов, и содействовать оформлению музейной территории в пользовании музея. Ну и также, конечно, нас поддерживает и Министерство культуры Российской Федерации. А что с Новой Москвой? Вот Архангельская входит в зону, вот эту вот всю эту перекройку? Это вокруг, да? Частично коснулась Новой Москва очень странным образом. Вот этот участок 40 гектар, как раз, где был продан земля Министерства обороны, и участок, где планируется строительство гипермаркетов, тоже вот этот скандально известный проект, вот он был включен в территорию Новой Москвы таким анклавом. И плюс прилегающая территория, которая частично входит тоже в охранную зону, это территория проекта Рублево-Архангельская, где сейчас планируется международный финанс. Ну вообще вот я просто добавить хочу, вы знаете, ведь эта земля федеральная собственность. Как музей, так и Министерство обороны являются арендаторами. И не может арендатор торговать государственным имуществом. Понимаете? И почему это разрешается, совершенная для нас загадка. То есть это сплошь юридические вот такие вот абсолютно абсурдные коллизии. Какой-то казус обязательно, еще один казус, да. И мы, как всегда, вопрошаем, доколе? Ну должно же это когда-нибудь быть остановлено? Да, действительно, доколе. Напоминаю, что мы сегодня говорим о судьбе Архангельского, музею-усадьбе Архангельского, которое мы вот-вот потеряем. И в гостях у нас представитель музея-усадьбы Галина Моресева и председатель Совета Московского областного отделения ВООПИК Евгений Соседов. Мы вернемся после небольшого перерыва. Добрый вечер. Это программа «Археология». Продолжаем сегодня наш разговор о судьбе Архангельского и шире, о судьбе культурного наследия Подмосковья, и, может быть, еще шире, о судьбе нашего с вами культурно-исторического и природного наследия. Что с ним произошло за последние, даже не буду говорить 20 лет, за последние 10 лет? Что происходит с той средой культурной, ландшафтной, исторической, в которой мы живем? У нас в гостях представитель музея-усадьбы Архангельской Галина Моресева и председатель Совета Московского областного отделения ВООПИК, «Общество охраны памятников истории и культуры» Евгений Соседов. Вот давайте поговорим шире о Подмосковье, потому что, глядя на то, во что оно превращается, я не знаю, сравнить Подмосковье 30 лет назад, там, я не знаю, 20 лет назад, ну, 15 лет назад и сейчас, я лично вижу, как москвичи, большой любитель Подмосковья, вижу разрушение естественной, природной и культурно-исторической среды. То есть, все, собственно, разрезано вот этими вот коттеджными поселками, какая-то мелкая дробная земля, рекламные щиты, высотная застройка, строй рынки. То есть, такое ощущение, что для меня лично Подмосковье, по крайней мере, там, не знаю, в зоне 70 километров, да, большого-большого московского кольца, оно практически не существует больше, как некая ландшафтная среда. Ну, действительно, как такая целостная среда, историко-культурная, Подмосковье, ближнее Подмосковье, можно сказать, что уже утрачено, но, слава богу, еще сохраняются и исторические города, и какие-то ландшафтные объекты, которые пока удается защищать. Ну, это очень сложная системная проблема, она связана, в первую очередь, конечно, с политикой подмосковных властей. Эта политика на протяжении десятка лет была направлена исключительно на одно, на извлечение максимальной прибыли с продажи и сдачи в аренду земель, с высотного строительства на данных территориях. Вот это тоже, кстати, я, так сказать, замечаю, что старые московские дачные поселки, ну, уж там не буду говорить Переделкино, на которое там наезжает Новопеределкино, но, вот, скажем, и не знаю, там, под Звенигородом, там дачный поселок Моженко, окраина Звенигорода, нависают огромные 20-этажные башни. Насколько вообще существует ли в Подмосковье высотный регламент? — Очень долго добивались и общественности, и специалисты, что был принят этот регламент, и только в мае этого года вступили в силу нормативы градостроительного проектирования на территории Московской области, которые, наконец-таки, запретили высотное строительство на сельских территориях, да, в сельских населенных пунктах. — А что имеется в виду? Это выше чего? — Не выше четырех этажей на территории сельских поселений, но вот прошло чуть менее полугода, и уже подготовлены поправки в эти нормативы под давлением, конечно, строительного бизнеса Московской области, которые, опять-таки, разрешат высотное строительство и в крупных городах многоэтажные, да, там до 25 этажей и выше, исходя из каких-то других таких оценочных факторов, то есть такого запрета жесткого. — То есть красной линии там не существует, вот, скажем, я знаю, ансамбли там Звенигорода, там Серпухова, Волоколамска? — Ну, существует черта города Звенигорода, который, да, может быть раздута до каких-то невероятных размеров, который может включить в себя в том числе какие-то сельские населенные пункты, да, сельхозугодья, и считается, что в черте города вот допускается такое строительство. Эта проблема, конечно, заключается в том, что в исторических городах нет утвержденных зон охраны, которые были разработаны еще даже в 70-80-е годы, но вот на протяжении 90-х и 2000-х они просто лежали под сукном и намеренно не утверждались региональными властями. — И вот знаете, что еще хочу добавить, что все-таки, наверное, не совсем правильно говорить, что все утрачено, потому что если мы так вот скажем, получается, что мы лапки сложили, и нам тот же самый бизнес скажет, ну а что вы боретесь, за что? Уже все утрачено, мы здесь самые главные, и мы будем определять дальнейшее лицо подмосковных усадеб, там, и городов, и так далее. Вот сегодня, кстати говоря, не только праздник Архангела Михаила, но еще сегодня ОИРУ, Общество по изучению русской усадьбы, отмечает свое 20-летие. И вы знаете, слово «отмечает» тоже как бы не совсем подходит, потому что я вот только что пришла с заседания этой конференции, и там демонстрировались слайды утраченных усадеб, не только подмосковных, но вообще по России, и те усадьбы, которые еще остались, и которые можно спасти. Вот мне кажется, чтобы все-таки мы как-то в перспективе двигались, вот этот позитивный, пусть маленький, огонечек, он должен все-таки нам светить. А сколько вообще утрачено? Как оценивать нам масштаб потерь? Вы знаете, так вот в цифрах я даже затрудняюсь, потому что нам сегодня показывали действительно вот и фрагменты, причем, знаете, вот допустим, там, ну возвращаясь к нашему западному направлению, Петрова Дальняя, да, показывали дворец в 1970-е годы, в 80-е, и сейчас практически ничего там не осталось. Понимаете, но место-то осталось, ландшафт как-никак, все равно он остался. И поэтому все-таки даже то, что есть, даже то, что сейчас мы должны, знаете, как та лягушка, которая в молоке, лапками сметану должна взбивать, потому что иначе не имеет смысла жить, понимаете, если вот впереди только черный квадрат, понимаете. Поэтому я бы сказала, что это все-таки как-то надо немножечко мнение менять, что есть еще, есть места, за которые стоит бороться. Вот, например, наша программа называется «Археология», да, и у нас на территории нашего парка мы тоже такие исследования проводили, и мы можем дать историческое обоснование того, что мы можем восстановить те постройки, которые были при Юсуповых, и в Горятинской роще, и в Аполлоновой роще. Археологические остатки этого есть. Где-то фундаменты, где-то просто земляной насыпной вал. Вот, например, туда в взводной башне остался тоже фундамент. То есть это все восстановимо. А вопрос, а кто этим сейчас будет заниматься? Где вы видите ту силу, которая готова взять эти остатки усадеб и начать их разработку? Мы можем взять. Ну, вы в данном случае. А если взять по другим усадьбам? Вот я знаю, что недавно было принято постановление правительства, я не помню, номер тысячи пять, что ли, согласно которому могут брать юридические лица в аренду. В аренду, да. Да, в долгосрочную аренду с учетом сохранения, да, для развития их исторического наследия. Это может быть выходом? Это, конечно, один из выходов, и тоже об этом долго говорилось, что государство должно создать такие условия, чтобы частному бизнесу, да, каким-то коммерческим структурам было выгодно брать и реставрировать эти объекты, а не только их сносить и строить на их месте что-то новое. Вот сейчас стартовала такая программа в Москве, которая называется «Рубль за квадратный метр», которая позволяет брать в аренду объект, его реставрировать, и по условиям приемки работы по реставрации государство снижает стоимость арендной платы до одного рубля за квадратный метр. То есть такие условия действительно могут быть выгодны, да, капиталу, чтобы туда вкладывать именно в реставрацию, а не в снос этого объекта, использование земельного участка. Принято сейчас такое же постановление на федеральном уровне в отношении объектов, которые находятся в федеральной собственности. И много говорится в Московской области, что тоже надо принять какой-то аналогичный акт. Ну вот пока он не принят, но мы надеемся, что тоже эти шаги будут сделаны. А есть такие социально ответственные бизнесы, готовые, скажем, взять на баланс усадьбы с тем, чтобы их восстановить и, там, я не знаю, наладить какой-то туризм? Ну, есть примеры. Вот в Москве мы видим, что даже очень серьезная конкуренция на этих аукционах по получению права аренды на исторические объекты. В Московской области таких, конечно, примеров меньше, но тем не менее мы можем привести усадьбу Середняково, где был создан национальный Лермонтовский центр и силами, фактически, частного владельца реставрируется, восстанавливается весь комплекс. Там такой создан достаточно крупный туристический центр. Но, с другой стороны, вот я вспоминаю все даже скандалы последних лет. По-моему, тренд больше на разворовывании и распиливании этой земли под коттеджи. Вот, скажем, два я могу вспомнить. Один сейчас с Бородино было, да, в связи сейчас с двухсотлетием войны 1812 года. Да, ведь часть Бородинского поля тоже распахана, распилена, разлинована под коттеджи. Там, по-моему, даже кто-то сроки реальные получил. Да. Какая-то ситуация с Бородино? Ну, опять-таки, ответственность лежит на государстве, потому что граница объектов культурного наследия, граница зоны охраны, предмета охраны этих памятников, это все должно установить государство. В данном случае это полномочия региональных властей, правительства Московской области. То есть обвинять какого-то частника, который пришел, купил землю, на которой нет никаких обременений, просто ведет там строительство, да, можно его, конечно, сколько угодно обвинять, но мы никогда не докажем, что он сделает это со злым умыслом. Ну да, если есть юридическая возможность, то рынок, собственно, проникает в любую щель. Да, очевидно, что есть злой умысел у тех чиновников, которые обязаны были утвердить эти границы, но, тем не менее, этого не сделали. Ну вот, кстати, положительный пример, наверное, это усадьба Раёк в Тверской области. Вот там арендаторы проводят действительно научную реставрацию. Я специальный сюжет как-то по телевизору видела, и там, в общем, привлекают и научные силы, и они говорят, мы понимаем, что все это затратно, но это наша родина, и мы хотим сделать хорошо. Вот есть положительный пример. Ну, и тоже, с другой стороны, я вспоминаю Радонеж, например, место, где Сергею Радонежскому стоит, вот этот памятник месторождения, да, по-моему, Сергея Радонежского, где его там скит был. И фантастика, там просто проезжаю много лет, и вот я вдруг вижу, что этот фантастический по красоте свой там среднерусский пейзаж, холмистый, с речкой Ворий, вдруг там уже все это под коттеджи застроено. Ситуация с Радонежем, конечно, очень печальная, потому что местные власти просто отказываются, как бы то ни было, соблюдать режимы охранных зон. Они распродают эти земли под застройку, даже ведут некую пропаганду среди местного населения, что не надо слушать этих сумасшедших активистов, которые вам говорят про зоны охраны. Спокойно покупайте эти земельные участки, стройтесь. При этом мы наблюдаем какой-то паралич просто проохранительной системы, которая, несмотря на прямые поручения президента, касающиеся Радонежа, несмотря на подготовку к 700-летию празднования своего дня рождения, ничего кроме одного иска за несколько лет ничего не предприняли. Этот иск был выигран, видимо, прокуратура испугалась такого успеха, и больше исков подано не было. Это фантастика, то, что вы рассказываете, это, так сказать, просто мы вот сейчас говорим о том, что у нас нету работающей правоохранительной системы. То есть просто не то, что нету правильных решений, есть правильные решения, да, просто не исполняется закон. И законов достаточно. И саботируют правоохранительные органы и местная администрация, саботируют законодательство РФ. И не уверены. И ничто, и никто за это головой не летят, никто не сидит, да, где посадки. Глава Сергиева Посадского района даже снял ролик, посвященный судьбе Радонежа, где развенчивает миф о том, что такая большая территория должна как-то охраняться, где не очень лицеприятно отзывается о защитниках Радонежа, и вообще заявляет, что Сергий Радонежский родился не здесь, а в Ростовской области. Он действительно родился не здесь. Да, ну, это все понятно, но, да, он тут жил, и сформировалось его учение в этих местах. В этих местах даже просто вспомните, я не знаю, там знаменитая картина «Философы», да, там, где, по-моему, Булгаков с Флоренским изображены вот на этих вот холмах, гуляющие в окрестностях Сергиева Посада. Это фантастика, конечно. К сожалению, вот эти холмы и даже та территория, которую соединяла музей-заповедник Абрамцева с территории Радонежа, да, всегда можно было спокойно пройти, пересечь железнодорожную ветку. Теперь уже этого сделать нельзя, потому что как раз вот эти пути, пешеходные пути, и, кстати, паломнические пути, традиционно существовавшие к Хатькову монастырю, они все перерезаны уже частными заборами, и там стоят некие строения. Вот это вот, понимаете, страшно, что вот это перерезанное заборами. В Подмосковье не найти целостной земельной массы, да, целостного земельного объекта, вот как вы говорите, 700 гектаров. А это действительно, это ландшафт, ландшафт существует только в своей целокупности. Вот понимаете, там, я не знаю, даже вот крупные мегаполисы, на западе я езжу, там, окраины Парижа, там, окраины Амстердама, но все равно есть большие земельные объекты, да, много малых городков, но есть место, где построить университетский кампус, например, есть место, где создать какой-то крупный музей, какой-то, так сказать, большой территориальный объект. А у нас вот это все лоскутное одеяло на Подмосковье, смотришь сверху, когда подлетаешь на самолете, это же кошмар вообще. Все нарезано, вот это вот все на мелкие... Под Римом, например, у Велативали, да, там вид непосредственно с террасы на Рим, он открыт таким образом, как это было там в 18-м, 17-м веке, 16-м и так далее. Вот у нас, к сожалению, вот мы смотрим с верхней террасы, да, ландшафтный вид, и мы видим высотки Одинцова. Вот когда пасмурная погода, все хорошо. Как только ясное, все, мы видим вот эти самые застройки, которые, казалось бы, не должны существовать, но они есть. Слушайте, ну вот как же нам быть? Давайте шире посмотрим, я не знаю, таким государственным взглядом, взглядом будущих поколений, взглядом из 22-го века. Вот какая могла бы быть в идеале государственная политика в отношении Подмосковья? Нужно ли какое-то ограничение коттеджной застройки? Давайте вот тоже с нашим слушателем этот вопрос зададим. 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 4, 9, 5. Позвоните нам и скажите, а нужно ли нам ограничить коттеджную и высотную застройку Подмосковья, чтобы сохранить те остатки природного и культурного ландшафта? Нужны ли Подмосковью новые дачи, новые коттеджи? 65, 10, 99 и 6. Ну вот вы как считаете? Безусловно, нужна система ограничений, причем эту систему ограничений даже не надо придумывать. Уже все эти проекты были разработаны на рубеже 80-90-х годов. Была попытка установить такую единую неразрывную цепь историко-культурных и природных заказников. Например, усадьба к западу от Москвы, вот эта территория долины Москвы-реки, планировала сохраняться в рамках заказника Верхняя Москва-река. Там, где концентрация усадеб, там к юго-востоку от Москвы разрабатывался заказник Нижняя Москва-река. Вокруг усадьбы Средневеково планировалось сделать вернерские места, тоже объединяющие комплекс каких-то усадебных исторических объектов. Все это есть, но просто этому не дается ход, это не отражается в документах территориального планирования, и на это закрываются глаза. Конечно, политика, политическая воля. Да, у нас первые звонки 651099,6, код Москвы 495. Надо ли остановить коттеджную застройку в Подмосковье? Сергей, слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мое мнение, что коттеджную застройку в Подмосковье остановить уже нельзя, потому что ближайшие земли в Подмосковье все уже выкуплены, а земли, которые находятся дальше, вот даже уже от бетонки, земли тоже являются уже частными фактически, и на самом деле спрос порождает предложение. Поэтому остановить это невозможно. Нет, ну вы говорите о рыночной ситуации, но все-таки везде в мире есть разные агенты, есть рынок и есть государство. Да, в конце концов, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Вот, собственно, вопрос, где государство, почему государство не защищает наши интересы? На сегодняшний день уже это невозможно сделать. Или придется оперировать сотни тысяч, которые проведены по приватизации земельных участков на самом деле. Либо второй вариант, так сказать, нужно просто-напросто выкупать, причем пока непонятно на каких условиях, на каких условиях и за какие деньги. Ну, понятно. Например, те, которые уже отданы. Понятно. Понимаете? Да. То есть сегодня вернуть обратно в Пусково практически невозможно. Фарш невозможно провернуть назад. Естественно. Да. Понятно. Спасибо, Сергей. Дмитрий. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вопрос был поставлен, просто нужно-ненужно, и тут действительно можно порассуждать, что, наверное, еще одни коттеджные поселки, какие-то элитные, не такие уж они и нужны для Подмосковья, потому что это средство, наверное, инвестиций скорее, там, да, для выделенных людей, а Подмосковье это какой от них прост. А так мы живем в той стране, в которой мы живем. И хочу напомнить ситуацию о Хангельске, когда Министерство обороны себе изымало землю, а потом ее вроде как пыталось отдать опять же под застройку. Но мы об этом-то и говорим сейчас, да. Может, не сначала подключилось, мы, собственно, уже полпередачи об этом и говорили. Да, да. А так, конечно, было бы, наверное, здорово, чтобы были такие большие достаточно пространства, по которым можно было, соответственно, передвигаться. Если бы это какой-то маленький дачный поселок, наверняка там можно было бы делать там и проходы, и как-то все культурно ограничить. А когда это какое-то такое ландшафтное проведение, проведение ландшафтного искусства, какая-нибудь там маленькая Венеция и так далее. Ну да. Вот, Дмитрий, скажите, вас не раздражает нынешняя вообще застройка и, собственно, как бы ландшафтное проектирование Подмосковья? Потому что, я не знаю, вот я про себя скажу, я часто езжу вот в это вот хваленое Новая Рига, которое сейчас чуть ли не самое дорогое подмосковное направление. Да, еще дороже Рублевки. Но едешь по Новой Риге, ты же не знаешь, куда глаза девать. Это строительные рынки, рекламные щиты каждые 100 метров и бесконечные десятки километров рядов недостроенных таунхаусов. Ну, я живу по другому направлению. Не могу сказать за таунхаусы. А то, что в Подмосковье, там, да, в районе 10-15 километров от Када начинают вдруг крупные вот эти вот центры строить, там, либо университетские, либо торгово-развлекательные. Да. Вот, и, соответственно, все это будет ухудшать, да. Что же все застраивается и на подъезде, в любой подмосковный город наверняка там эти высотки и не понятно, что там будет с транспортом. Ну, да, какая-то странная вообще ситуация. Такое ощущение, как будто, не знаю, не муравейник даже, а вот термитники какие-то. Да-да-да, какие-то термитники, и люди в темных одеждах переползают с одного на другой строительный рынок, какие-то газели шныряют. В общем, Подмосковье, оно абсолютно теряет человеческий, гуманитарный, исторический облик, и это, конечно, огромная проблема. Спасибо вам. Напоминаю, телефон наш студийный 6510996. Звоните нам и скажите, надо ли и можно ли остановить коттеджную и высотную застройку в Подмосковье. Ну, давайте еще один звонок примем перед перерывом. Виктор, слушаем вас. Алло, здрасте. Слушаем вас. Ну, вот я не очень пойму вопрос, так скажем. Коттеджная застройка, на мой взгляд, все равно лучше, нежели многоэтажные дома. Это да, я думаю, это однозначно. Но в другом случае, что коттеджная застройка тоже сама по себе разрушает природный ландшафт. Я понимаю, вот у нас, например, в Раменском районе просто лес продается, как говорится, переводится из лесного хозяйства, как бы сказать, в поселковую администрацию. Она уже дальше, понятное дело, продает эти земли, так сказать, и построится на месте леса, так скажем, уже коттеджи. Это другой совершенно вопрос. Согласны? И так, на сельскохозяйственных землях, где были, так сказать, сельскохозяйственные, они переводятся, опять же, такие в администрацию и продаются. Это совершенно другой вопрос. А то, что коттеджи лучше, чем многоэтажная застройка, на мой взгляд, тоже одна. Ну, понятно, понятно. Хорошо, Виктор, спасибо. Напоминаю, телефон наш студийный 6510996. Звоните и скажите, нужно ли мы остановить вот такую хаотичную коттеджную застройку в Подмосковье. Или все-таки все хотят жить как люди, чтобы были коттеджи, чтобы рядом был гипермаркет, торговый центр, высотные дома для жителей подмосковных городов. 6510996, а мы уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер. Продолжаем наш разговор о застройке Подмосковья. Начали мы с достаточно печального сюжета об Архангельском, музее-усадьбе Архангельское, которое, собственно, сейчас под угрозой исчезновения. Мы вот-вот потеряем Архангельское. И гости у нас сегодня представитель музея-усадьбы Архангельское Галина Моресева и председатель Совета Московского областного отделения Общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. И вопрос, который, собственно, нашей аудитории я задаю. Надо ли остановить коттеджную застройку в Подмосковье? Застройку, которая разрушает исторический и культурный ландшафт. Владимир Налине, слушаем вас. Я хочу сказать, что самолеты с Шереметьева летают, и они могут задеть 22-й этаж, который стоит километры от полосы всего лишь навсего. Понятно, понятно. Ну, будем, да, я думаю, что, так сказать, здесь уже вопрос не столько до охраны памятников истории и культуры, да, что обратят наши авиационные власти внимание на этот вопиющий случай. Светлана Юрьевна у нас на линии. Вы знаете, настолько серьезный вопрос, что слов не хватает и эмоций не хватает уже. До такого безобразия дошло воровство. Давайте говорить воровство и называть вещи своими именами. Потому что не за просто так каждая дача, каждый метр выкорябывался из нашего общего пользования. Так вот, почему нельзя такой большой вопрос нашей памяти исторической, нашей красоты, нашей русской усадьбы, это же термин, этого же нет нигде. Почему нельзя этот вопрос поставить в Думе, как один из основных вопросов? Не просто писать письма на деревню Путину, на деревню Медведеву, а серьезно обратиться, с серьезным очень обращением, на которое они не смогут не обратить внимания. Это первое. И второе. Почему во всех странах вот эти вот все усадьбы, все вот эти заброшенные места, я знаю, как это делается в Польше, там сотни, тысячи студентов. Наши студенты сейчас брошены на какое-то Сочи, в котором мы займем, дай бог, двадцатое место, и потом это все будет разрушаться. А вот это бы, все вот эти вот хорогвиносты в черных этих, русский марш, вот оно, где все русское-то, вот они, где ленточки-то белые, где наша память и где наша радость. Почему туда эту молодежь все не обратить? Спасибо. Никто никогда об этом не сказал. Я уверена, даже бесплатно люди поедут туда отработать хотя бы один семестр. А там работ не таких важных, что что-то прорисовывать фрески, а просто грязные работы, но очень нужной масса. Спасибо. Спасибо, Светлана Юрьевна, жжете, как говорит та самая молодежь, которую надо отправить туда же. Ну, не надо отправить, которую призвать, поехать. А у вас, кстати, скажите, Галина, бывает, что у вас какие-то студенты архитектурные или студенты-историки работают? Ну, вы знаете, вот чисто физическим трудом мы их не занимаем, потому что нет такой острой необходимости. Может быть, в других усадьбах, которые, так сказать, полуразрушены, это действительно актуально. У нас как раз студенты профильных вузов, они к нам приезжают за какими-то консультациями, за экскурсиями. У нас существуют учебные программы. А я просто хотела продолжить мысль про Государственную Думу. Вы знаете, там Комитет по культуре, они все в курсе наших дел. И вот есть такая певица Мария Максакова, Мария Петровна, она ведет программу «Парламентский час». И она у нас, по-моему, две передачи делала. Я как раз с ней встречалась по этому поводу. Они снимали и вот этот дом приемов, который сейчас приостановился. Приостановили строить Министерство обороны. Но, понимаете, видимо, ВОЗ и ныне там. И если уж наша Государственная Дума не может сдвинуть это, то есть я вот опять апеллирую к высшей нашей власти. Я, знаете, вот наш разговор мне напомнил исторические факты по поводу отмены крепостного права Александру Вторым. Он ведь собирал разных помещиков с разных областей. Каждый одеяло на себя тянул. Чем дело кончилось? Александру Второму пришлось писать все самому. Вот я апеллирую к нашей верховной власти. Придется все равно писать все самим. Никуда не деться. Ну да, еще один сюжет русской жизни. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Безусловно, вот такая наша жизнь. У нас на линии сейчас активист общественного движения Архнадзор, городозащитник Сергей Брель. Сергей. Алло. Да, добрый вечер. Да, я слышу. Добрый вечер. Скажите, в какой степени вообще Архнадзор занимается охраной исторического культурного наследия Подмосковья? Какая инстанция? В какой, собственно, суд нам ГАГский, какой трибунал и тип говорить о этих вопиющих случаях, которых мы слышали сегодня? Архнадзор вообще был создан как движение в защиту исторических планетников Москвы, потому что в Москве хватает колоссального числа проблем. И, наверное, сейчас какой-то такой всероссийской общественной организации, которая бы объединяла разные болевые точки и даже Подмосковье бы охватила своим вниманием, не существует. Здесь, наверное, юристы Архнадзора могли бы какую-то помощь юридическую оказывать. Я могу сказать о личном опыте. Я с помощью сайта Москва, который нет, входящего в Архнадзор, привлекал волонтеров, и мы ездили в имение Фрианово. Там работает музей, там положение не катастрофическое, но мы действительно помогали там провести небольшой ремонт, небольшую уборку здания, потому что все равно помощь была нужна. Финансирования не хватало, сил не хватало. Вот насколько могли, настолько помогали. Ну, в Москве, Сергей, да, но в Москве все-таки как гражданское движение сильнее, да, чем в Подмосковье, самоорганизация общества. Да, но мы выезжали в Афряново, мы выезжали в Афряново, мы использовали именно ресурсы московских сайтов. Если бы не они, то собрать людей даже в небольшом количестве. Это, кстати, были не студенты, многие были те же самые взрослые люди, работающие. Ну, был такой порыв приехать и помочь, и в этом отношении вот сетевые ресурсы просто помогли собрать. Ну да. А с Вовду, может быть, вы тоже, Евгений, подключитесь к разговору, а насколько существует вообще гражданское общество в Подмосковье, ну, не вообще гражданское общество в Подмосковье, насколько слышен голос жителей Подмосковья в этой во всей борьбе? Ну, к сожалению, жители Подмосковья очень разрозненно действуют, да, их очень сложно консолидировать, потому что там жиптелю одного города Московской области мало интересны проблемы другого города, который находится в двухстах километрах от него, да, или даже соседнего района. Конечно, вот проблема координации деятельности всех гражданских активистов, она стоит очень остро, поэтому зачастую проще собрать людей в Москве и выехать на тот или иной проблемный объект Подмосковья, чем ввести жителей Подмосковья на другой конец Московской области. Чем собрать жителей Подмосковья. Сергей, а вам вопрос последний. А как-то ситуацию с Архангельским, я понимаю, что Архангельским занимается Москвой, но вы как-то отслеживаете, мониторите эту ситуацию с Архангельским? Ну, я бы вообще сейчас просто как такой человек, который знает, что в Архангельске много людей, готовых по любому сигналу, если он до них доходит, вот это очень важно, если он до них доходит, и если есть силы, которые зовет объединять, приехать, помочь, участия в Архангельске, конечно, приезжали на пикеты в защиту Архангельского, потому что это важное дело. Правильно Евгений сказал, что в Подмосковье, да что там говорить, людям не то, что нет дела, а зачастую и добраться из одного населенного пункта в другой, в Подмосковье, это сегодня огромная проблема. Не указываю, там еще есть машина, например, свой личный автотранспорт, чтобы поехать. А раз что у меня есть пару секунд, я просто скажу, что некоторые в ужасающем состоянии усадьбы, наше величайшее наследие Гребнево, Пущино-Нанаре, они просто буквально гибнут, но там где-то близко населенный пункт, где-то чуть дальше, но сами эти усадьбы, они как будто выкинуты на обочину, там как будто никого уже и нет, и поэтому они погибают, и чтобы туда собрать десант, надо еще понять, кто будет этим руководить, кто владеет имущественными правами, кто позволит там работать и на каких правах позволит работать. Без этого никакие волонтеры там ситуацию не переломят. А вот так бы гибнут. Понятно. Спасибо. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Брейль, городозащитник и активист общественного движения «Архнадзор». Напомню, наш телефон 6510-99,6. А надо ли остановить коттеджную застройку Подмосковья? Никита. Алло, да, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел вот в двух словах сказать свою позицию. Я против такой массовой застройки коттеджной. Объясню, почему в фактах. У меня родители живут в поселке Немчиновка в Денцовском районе. Началась у нас такая активная застройка поселка где-то Практически за МКАДом, да? Да, фактически за МКАДом. Сначала застроили поле, а потом, по-моему, московская строительная компания начала в соседней деревне возводить многоэтажки с видом на кладбище. И мы сейчас попали в такую ситуацию, что у нас даже сотовая связь экранирует. То есть, чтобы что-то отправить, допустим, какие-то документы через интернет, нужно ехать на станцию. Там более-менее нормальная связь. Действительно, деревня всегда попала в такой коллапс. Но сейчас мы столкнулись с проблемой еще куда более неприятной. Фактически, вот, а-ля Хинкинский лес начался. Несколько месяцев назад к нам пришел арендатор, сказал, что наш лес, который находится, по-моему, в Звенигородском лесхозе, сказал, мы его арендовали на 49 лет и будем здесь строить турбазу, прямо рядом вот с нами. При этом жители местных улиц, кто там, в общем-то, всю жизнь гуляли, и, в общем-то, наши деды после войны этот лес растили, сажали, потому что он был весь на противотанковой ежи, был... Вырублен, да. Да, вырублен. И он сказал, что вот мы 8 лет назад взяли его в аренду, мы его убирали, мы его чистили, а сейчас будем строить турбазу. Мы, так и быть, вам построим здесь, ну, хотите, пару кафе. Ну, на что мы, в общем-то, собрали сход большой, встретились с этим застройщиком и его представителем, сказали, что нам не нужно здесь кафе. Почему вы не поставили, почему вы обнесли все забором, но перед этим даже не пытались поговорить с теми, кто здесь живет. Ну, вот такая вот ситуация сейчас. Да, очень-очень-очень типичная, очень типичная, Никита, спасибо. Ну, действительно, а как по нынешнему нашему, собственно, муниципальному самоуправлению никакого голоса не имеют вот такие вот жители, которые не могут выйти и сказать, мы не хотим жить рядом с высоткой, мы хотим жить в тени высотки, мы не хотим жить рядом с элитным коттеджным поселком? Ну, у нас, к сожалению, очень запутанная система разделения полномочий среди, между органами муниципальной власти, например, до сих пор муниципальные районы распоряжаются земельными участками, часть полномочий по строительству, по градостроительству переданы городским и сельским поселениям, входящих в состав этих районов, и каждый раз, когда жители начинают протестовать, они начинают писать в район, район говорит, это не мы, это поселение, поселение говорит, это не мы, перекладывает ответственность на район, который продал землю, то есть такая постоянно какая-то путаница, да, и возня. Ну, да, людей, голос людей не слышит. Вот, действительно, ведь как бы, я даже вот не могу понять, скажем, статус леса, то, что были земли, вот как лесной кодекс здесь работает. Вот берет местный власть и переводит лес в сельское поселение, лесной, лесной фонд, начинается вырубка, начинается освоение леса. Ну, опять-таки, все упирается в границы, да, ну, да, по закону на территории лесного фонда нельзя не строить, нельзя не вырубать, нельзя его приватизировать, но все зависит от того, как нарисовать эти границы. Как нарисовать, да. На сегодня это лесной фонд, а завтра вдруг появились карты, что это уже не лесной фонд. Знаете, нет, действительно, вот мы на такой, как бы, неглобального, да, хотя это государственного масштаба задачи, но, так сказать, там, не пуссирает, не дело Магнитского, но вот я могу повторить буквально то же, что Познер в свое время, да, в программе говорил, за что его к Думе хотели призвать к ответу. У нас нету закона в России, у нас просто то, что вы рассказываете, тупо у нас не работает закон, у нас нету правового государства. И одно из маленьких последствий, это то, что мы видим, этот беспредел, который происходит с землями в Подмосковье. Владислав у нас на линии. Добрый вечер, ведущая. Добрый вечер. Как многие вопросы в нашей стране, это происходит бессистемно и требует структурного подхода. В общем-то, есть грамотные подходы, которые можно копировать зарубежных стран, где коттеджные поселки выделены в сателлиты городские, где существует инфраструктура, и люди стремятся там жить. Что касается нашей ситуации, то мне кажется, что инфантильность и минутность и жадность отдельных персон, которым удалось в воле и случая стать у руля, у кранника вот этого процесса, она заведет скорее ситуацию в ту сторону, что через пять лет невозможно будет даже не то, чтобы предвидеть, но и как-то спрогнозировать дальнейшее рациональное понимание. Ну да. Резюмируя, да, действительно, я еще раз скажу, что коттеджные поселки, как сателлиты крупных городов, это давно реализованные проекты, реализованные проекты во многих странах. Да, понятно, спасибо, Владислав, мне кажется, вы здесь очень такую важную вещь затронули, нарастающий иррационализм жизни и власти вокруг нас. Вот я об этом недавно, вот на прошлой неделе колонку в Форбсе писал, там много довольно откликов получил. Но вы знаете, вот это еще, это еще не было, это новости, но вот я туда же подверстал бы вот эту новость, если бы мне лет 20 назад, ну в глухом совке кто-нибудь бы вообще 30 лет назад сказал, что Архангельская распилит поддачу, я бы сказал, ну это какой-то, не знаю, там антиутопия, сюр какой-то полный, а сейчас все совершенно нормально, да, все проходит, все возможно, да, как это у капитана. Если бога нет, то все дозволено, если нет закона, то все дозволено. И давайте еще один звонок возьмем, последний, Александр, слушаем вас. Да. Да, слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, да, вы на линии. Да, вот будьте любезны, вот скажите мне, пожалуйста, вот какую одну простую вещь. Значит, Подушкинское шоссе, филиал замка Архангельского, замок Майндорф. Да. В 1790-го года постройки Ласточкино гнездо, вот вылитая совершенно только в том плане, что стояла над заврагом. Ну да, Медведев там любит отдыхать, не ваш ведущий, а другой, да. Да, сейчас там никто не будет отдыхать, потому что этого Ласточкино гнезда нет, стоит четырехэтажный новодел, половина регулярного парка вырублена, и стоит там трансформер, который может превращаться либо в спортивный зал, либо в концерты, и это очередная резиденция Владимира Путина. Понятно, понятно. Спасибо, Александр, у нас время на линии кончается. Можете это откомментировать? У нас буквально минутка осталась по Майндорфу. Ну, это, наверное, ошибка, то, что это является филиалом Архангельского, это, наверное, свидетельство право делами президента. Да, это право делами, да. Ну, сам зал, слава богу, отреставрирован туда даже, возможно, какое-то экскурсионное его посещение, но действительно значительная территория, значительная часть территории парка была отдана под застройку некими, да, правительственными и частными резиденциями. Ну что ж, я могу сказать заключение. Понимаете, вот глядя на Подмосковье, глядя на судьбу русской усадьбы, которая, вот правильно Ислана Юрьевна сказала, это действительно во всем мире уникальная вещь, это наша, часть нашего наследия уникального российского. Русская усадьба пережила революцию 17-го года, пережила войну 41-го, 45-го, пережила лихие 90-е, но не переживает вот этого вот десятилетия нулевых, когда пришел русский человек без закона, но с топором. Подмосковье это не сотки, это уникальный природно-исторический объект, так что давайте биться за Архангельское, создавать группы и так далее. У нас в гостях были представители Архангельского Галина Моресева, председатель Совета Московского областного отделения ВООПИК Евгений Соседов. За пультом был Александр Лисунов, продюсер программы Дина Трубовская. Я ваш верный археолог Сергей Медведев.